Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! 26 января нас ожидает новая встреча Федеральной Системы США, на которой они будут делиться рынками тем, что они собираются делать в ближайшее время. Перед этой встречей криптовалюта и биткоин начинают восстанавливаться практически так же, как они восстанавливались перед предыдущей встречей. Прямо закономерность. Но при чем тут эта встреча и тема этого видео? Когда ты досмотришь его до конца, ты поймешь. Ну а сейчас, давай зайдем с самого начала. Прежде, ну а сейчас, давай зайдем с самого начала. Друзья, я только что нашел индикатор, который загорелся красным и показывает нам, что все станет еще хуже в экономике. Этот индикатор говорит о том, о чем никто тебе не расскажет. Похоже, никто из других ютуберов его не освещает. Я наблюдаю за рынками и за тем, как экономике становится все хуже, и я подумал, должно же быть что-то еще. И вот, что я нашел. Кстати говоря, если тебя это удивит. Это действительно помогает каналу и мне находить мотивацию для создания нового контента. Индекс деловой активности США падает до самых низких за последние 18 месяцев отметок из-за распространения омикрона. Для тех, кто не знает, что такое индекс деловой активности, это индекс, который формируется на основе отчетов менеджеров по закупкам. Он включает в себя данные по спросу, уровню занятости населения, объемов производства, закупочных цен и так далее. С его помощью можно понимать сигналы о текущей экономической ситуации, а также динамику спроса на товары и услуги в экономике. Проще говоря, это опережающий индекс, который можно использовать для прогнозирования того, в какую сторону направляется экономика. Растет она или, наоборот, замедляется и падает. Индекс измеряется пунктами от 0 до 100. Чем ближе он к сотне, тем быстрее растет экономика. Если же он находится на отметке в 50 пунктов или ниже, значит экономическая активность замедляется или падает. Эта информация может предоставлять полезные инсайды для принятия решений разными бизнесами. Рыночные аналитики и инвесторы также используют этот индекс. Так что этот индекс намного лучше индекса потребительских цен может рассказать нам о том, насколько сильной на самом деле является экономика. И сейчас он падает до 18-месячных низов. В связи с тем, что макроэкономические данные в США в последние недели неоднократно разочаровывали, неудивительно, что аналитики ожидали падения этого индекса. Но не думали, что оно будет таким стремительным. Обрабатывающая промышленность упала до 55 пунктов, что хуже прогнозов. А индекс активности в сфере услуг обрушился до 50,9 пунктов, что значительно хуже прогноза. Я хочу показать тебе этот график. Посмотри, что происходит в последний месяц. Активность в экономике стремительно падает. И это падение своими темпами очень похоже на март 2020-го вот здесь. И чтобы ты понимал перспективы. Сейчас активность в экономике находится на самых низких отметках с июля 2020-го. А что происходило в июле 2020-го? Экономика находилась в коллапсе во многих развитых странах из-за начала пандемии коронавируса. Кроме этого, это самый низкий показатель индекса активности промышленности с октября 2020-го. Теперь эти показатели в США уступают только Японии среди развитых стран мира. Но что это значит простыми словами? Ситуация с омикроном и вытекающими из него проблемами, например, с цепочками поставок или ростом нетрудоустроенных или уволенных работников, не становится лучше. Но становится хуже. Все эти проблемы приводят к тому, что доходы компаний падают, и это видно даже на их рекламных бюджетах. Ты думаешь, что это скучная макроэкономическая информация? Но заметь то, как это коррелирует с ценами на рынке. На этом графике темно-синим цветом обозначен индекс деловой активности в экономике, а светло-голубым обозначены котировки S&P 500. Индекс активности растет, и рынок тоже растет. Индекс активности падает, и рынок падает вслед за ним. Теперь, когда мы поняли, что появился такой сигнал, который указывает на экономические трудности, что будут только ухудшаться, поговорим о том, почему, по моему мнению, это может в итоге привести к взрыву биткоинов и альткоинов. Во-первых, давай посмотрим, что было с биткоином в прошлый раз, когда индекс так сильно падал. А это было в начале весны 2020-го. Падение индекса активности равно коллапс экономики, равно крах рынков. И биткоин не был исключением. Крах был жестокий. Но что случилось потом? Вмешалась федеральная система США. Видя плачевную ситуацию в экономике, федеральная система начала ее стимулировать финансово. К чему это привело? Рынки взорвались. Цена биткоина выросла в 20 раз. Теперь мы видим почти то же самое. Экономика падает. Индекс деловой активности практически добирается до отметок июля 2020-го. И экономика при этом крайне слаба. Завтра будет встреча ФРС США, на которой они обновят свои планы. Поднимать ставки, сокращать покупки, продавать свои балансы и так далее. Но если мы послушаем, что они говорят на самом деле, что они говорят, они только обсуждают потенциальные возможности поднятия ставок и продажи своих балансов. Только лишь обсуждают. В реальности ФРС просто-напросто не имеет возможности повысить ставки. Потому что долг США очень высокий. А кто самый главный его создатель? Само правительство США. Оно берет в долг деньги у ФРС. Если они повысят ставки, то выходит, они повышают ставки сами для себя. И они точно не смогут отдать их обратно с таким-то долгом почти 30 триллионов долларов. В этой статье написано. Другими словами, если бы ФРС захотела прямо сейчас поднять ставки до 5% для борьбы с инфляцией, ей обойдется это в 210 миллиардов долларов. Сейчас долг США приближается к отметке в 30 триллионов долларов. При этом ставки около 5% в последний раз были в 2007 году. В 2019 они поднимали их чуть выше 2%. Это, кстати, привело к падению биткоина тогда, но больше позволить себе не смогли. И теперь мы видим, что экономика буквально просит о финансовом стимулировании. При этом рынки и так уже сильно обвалились. У ФРС США просто нет возможности поднять ставки. Поэтому я не удивлюсь, если они завтра или на следующем собрании в марте сообщат об этом рынкам и начнут новую финансовую помощь страдающей экономике. Если это случится, то нас ожидает новый взрыв рынков, в том числе и биткоина. А меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было для тебя интересным, не забудь поддержать его комментарием и лайком. Это очень помогает каналу. Также подпишись на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok